Сегодня мы будем говорить о настоящей кухне. А поможет нам в этом австрийский шеф-повар Роберт Шенкл, ну и поможет нам разобраться, так сказать, найти контакт, переводчица Александра Колесникова. Здравствуйте! Доброе утро! Здравствуйте! Как вам город, как Новосибирск, как себя чувствуете? Ну да, я очень люблю Новосибирск. Я думаю, это так красивый город, когда... Да, я правильно говорю, да? Ясно. Когда я в первый раз был здесь... Первый раз приехали. Первый раз уже в Новосибирск. Один раз я был в Мурманск, потому что я работал на Киркенес. Это новийский... традиционный новичный сайт. На норвежской стороне. И там я был на Мурманск. Тоже очень красиво. Естественно, это море на Новосибирске, но это Блаше тоже. Это неплохо. Ну а первые впечатления какие были, когда вот именно оказались? Я думал, что Россия это очень rough, it's very tough, rough. Ну очень, как бы, такая суровая страна. Ну, я надо скажи, что я думаю, это как европейский город. Это не так. Большая разница, но... Я надеялся, что будет сурово, а на самом деле приехал в достаточно европейский город. Ну вы сами суровый человек достаточно, или... А вы суровый, Торсен? Я очень суровый человек, и я хочу суровых людей вокруг меня. Да, я суровый человек, и хочу суровых людей вокруг себя. Все повара это суровые люди. Это чисто шеф-повара, да, такая? Нет, только шеф-повара, это все повара. Все повара. И стюарты тоже. Ну, учитывая, что вы работаете в России, наверняка много уже людей вокруг вас было. Как вам русские люди? What do you think about the Russian people? Я очень люблю русские люди, потому что я думаю, это так веселый человек. Я был один раз на даче, моя коллега в кухне, и мы были на бане, и... We were drinking. Выпивали? Выпивали, и было веселый. Было веселый? Это очень хорошее. Пытались, пытались научить вас русским песням каким-нибудь. Well, did people teach you any Russian songs? Да, 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 я знаю, я очень люблю, вы знаете, Магадан, Михаэль Круг, это очень хорошо. И там это тоже, как он называется, Юрий Лос, Лос можно? Маленький корабль. Да, я не знаю, но я тоже не знаком, мы потом обсудим, что это за песня. Хорошо, но я предлагаю перейти, знаете, уже к более конкретному вопросу, перейдем к кухне, для чего мы вас пригласили. Мы конкретно говорим о кухне, конечно, почему вы... Обо всей кухне, начнем для начала, попробовали бы русскую. Have you tried Russian cuisine? Я пробовал, да. В первый раз я пробую гречку. Я был на ресторане, но я не очень люблю, но сейчас это очень полезно, поэтому я кушаю. Сейчас я думаю, это вкусно. А еще... А еще какие-нибудь русские продукты, русские, русские блины пробовали? Pancakes. Это как австрийские блины. Хорошо, так чем бы удивить, пельмени. Пельмени какое? Вареники, я знаю, это сладкое, да? Вареники, да. Это can be with potato as well, but пельмени with meat. А, пельмени, да, я понимаю. Сметана, и лук, и пекон. Очень вкусно. И сельена. Это все обжарить, нужно сварить, добавить просто туда. You have to fry the onion and the bacon. Да, нужно поджарить бекон и лук. Да, и потом готовые пельмени там. И готовые пельмени туда же добавить. Микс, сметана. Сверху сметану. И петрушка или... Петрушка, зелень. Самбрин, да. И потом это... Я не могу не задать этот вопрос. Вы пробовали кисель? Have you ever tried kiselle? It's a drink, actually. Я пробовал квас. Я тоже пробовал паблик, соц-пабликюс, квас. Очень плохо. Я не люблю, я не могу. То есть не нравится квас? Нет, и так и паблик, соц, и квас пила только... Ах, квас это... Это сильно, it's a strong, unique taste. Да, то есть, ну, очень уникальный такой вкус, то есть, ну, как бы к нему нужно... Ну, это интересно. Можно два месяца еще, и я буду пить квас. Больше раза я буду люблю. Ну, многие говорят, что русская кухня достаточно такая мясная вся, жирная, правда ли это? Многие говорят, что русская кухня очень много мяса, и, ну, как-то, ну, фатти-ван, правда ли это? Ну, я думаю, что российский кухня, это... Да, ему очень нравится русская кухня тем, что она очень сезонная. Я был в рынок, и там... Да, он был на рынке, на Хиллокском, центральном. Центральном, это почти лучше. И там я купил ягоду. Он купил ягоду. Так хорошая ягода, я не могу найти в Европе, не можно. И когда я найду, это так дорого, люди не могут купить. Поэтому я был на рынок, и мои глаза только... Распери, форест, строггер, все. Да, да, то есть у него разбежались глаза сразу, и малина, и клубника, и все, что хочешь. Получается, что проще готовить в России европейскую кухню. So, is it easier to cook in Russia, we European cuisine, or no? It's not easier, but it's better, because... Не легче, но лучше, потому что как бы свежие продукты по сезону. Ну, извини. Ну, сейчас я пойду на рынок, я могу найти так хороший гриб. Это тоже, это... В Скандинавии тоже это много гриб и ягод. Да, в Скандинавии много еще грибов. Но в Центральной Европе это не так много, это не так много. Лес, и бор, и форест. Да, да, да. Ну что, я предлагаю сделать небольшую паузу, и потом мы прям возьмемся за все, что здесь лежит, и попробуем что-нибудь приготовить. Я уже потираю руки. Дело в том, что через несколько минут мы будем готовить с шеф-поваром из Австрии, Робертом Шенклом, какое-то очень неизвестное пока мне, и я надеюсь, что очень вкусное блюдо. Но сейчас, Роберт, хотелось бы узнать, о русской кухне мы поговорили, отличия, вот особенности европейской, в частности, австрийской кухни. Европейская кухня, европейская кухня не всегда самая. Да, европейская кухня, она не одинаковая. Это очень полезная. Да, на юге, то есть, очень полезную еду кушать. Ну, австрийская кухня, это очень... It's very heavy, like the Russian. Да, ну и австрийская кухня, она, в принципе, такая же тяжелая, жирная, как и русская. Много свинина, много масла, и так это страшная кухня. Но есть свои особенности, да? У нас у русских людей есть борщ, солянка. У американцев там, они... Их все думают, фастфуд сразу. В Франции это там багеты, батоны. Что-то у вас есть особенное такое, прям чисто австрийское? We have a lot from the kind car from the monarchy, you know, from the monarchy, from when we had an emperor. Да, когда был император. They had a very rich castle. Да, были очень богатые замки. And they had many good chefs that were extra for them making the food. Очень много хороших поваров, и они как бы готовили именно для царской семьи. И как бы, ну... That's the biggest difference in European kitchen, like all the countries, like Sweden also, you know, more like food was extra made to be fantastic. А, то есть, ну, допустим, в Швеции также для шведской короны делались блюда, в общем... And in, let's say, like... I mean, in Spain, of course, also had a king, and in Italy... То есть это королевская кухня. Да, повара особенно старались, как бы, и за счет этого кухня двигалась вперед, развивалась. In Italy it's more traditional kitchen, and the people on the countryside were making... А, в Италии больше, как бы, ну, люди из деревень, не из городов, то есть начинали всю кухню. The dishes of Austria, they're very royal. They're very, like, made for the royal taste. То есть, ну, и особенные австрийские блюда, это именно вот блюда, которые изначально делались для австрийской короны. Ну что, у нас утреннее время, все только что проснулись, поэтому я предлагаю сделать что-нибудь такое европейское, австрийское прямо здесь, сейчас. Ну да, это... Что будем делать, с чего начнём? What are we going to make? Тут много всего. Ну да, это много здесь. Надо смотреть. Так это бюхер-мюсли. Доктор was developing it in 1900 to get people to eat healthy. In 19... In 1900. А, окей. Значит, в 19 веке доктор специально разработал эти мюсли для того, чтобы люди начинали более здорово питаться. So, I made this yesterday. Вчера он это сделал. Я завтра приготовлю так, потому что надо ставить один день минимум. Да, то есть нужно, чтобы отстоялось как минимум один день. Итак, из чего это состоит? So what it consists of? Oats. Я не знаю по-русски. А, да. Ну, злаки. 4 злака. So, я даю здесь, да? Хлопья. Немного. Я только сделаю один порцию, да? Он сделан только на одну порцию. It's going to be a little dirty because... Да, будет немножко грязно. Это не как профессиональная кухня здесь. Да, то есть для этого. So, вот это? У нас фрукт свежий. Свежие фрукты. Это важно, потому что это вкусно. А определенные, специальные какие-то фрукты? Или вот прям берем любые? Actually, any kind of fruit. Абсолютно любые. Мам надо или я возьму этот. Это очень, очень... Остро. Очень хорошо, да. Бритв. So, сейчас я резать мой фрукт. I cut everything. Слушайте, а у меня был всегда вопрос, всегда профессионально, реже, как повара, вот так очень быстро. Ну да, да, да. Сколько этому нужно учиться? How long you will be teaching with? I've been... It's practice. You do it. Ну, это из практики. Ты просто делаешь, делаешь. Ну, сливки, это нехорошее. It's a perfect instrument. Да, то есть, ну, как бы на сливе, это не идеальный фрукт, на который можно показать технику. So, фрукт, это все. Я не знаю, не надо так много, я только сделаю. Это мне, пока буду питаться тем, что есть. Это приятного аппетита. Спасибо большое. Кстати, вы так хорошо говорите по-русски. Долго учились? How much? I take you. I say, я могу говорить чуть-чуть. Когда я был первый раз в России, я был на Украине, и там я учил чуть-чуть. Ну, it was always sometimes people don't understand me, then they get angry at me, because... Повторите, пожалуйста, повторите. Люди не всегда меня понимали, и это меня очень злило, потому что они каждый раз просили повторить, и как бы, ну... Мы уже поняли, что вы были в России, в Мурманске, были на Украине, а в каких еще странах были? Я работал в Австралии, и это не самое, как Австрия, но люди не знают всегда. Это другая страна. Австралия, это не Австрия, да, это другая страна. Нет, нет. Я был в Франции, там очень много работают, там повара, это очень сильно, очень... They're really tough people, you know, they're friendship. Да, французские повара очень суровые люди. Мне просто не могу. Потом, где я был в Швеции, Гетебург, очень красивый город, и мой любимый город в Европе, это Осло. Осло? Я очень люблю там, да. Это холодно, как Сибирь, и люди, это приятно, как Сибирь. Ну, то есть климат, в принципе, вам в Сибирске, так сказать, по нраву. Так, слушайте, тут я уже забываю вообще смотреть, что происходит. Это у нас вход пошла. Да, надо смотреть, потому что надо сделать домой тоже, да. И так, в Мюсли, это очень вкусно и хорошее, потому что вам надо, или могу сделать, you make it once a week. Да, то есть это можно делать один раз в неделю, и кушать всю неделю. И потом это в холодильнике, так и бактерии там работают, и будут лучше и лучше. Работают от йогурта. Так, вот мы имеем в суху с русином, мюсом, яблоком, мюсли, классические мюсли. Так, сейчас начнем сначала, расскажу. Итак, это у нас хлопья овсяные, пшеничные, ячменные, ржаные. Дальше у нас в ход пошли сливы, персики, груша, яблоко, цедра, апельсиновая, лимон. Дальше что у нас идет? Вот, next. Сок оранжевого, апельсиновый сок. То есть отдельно, прям специально. Апельсиновый сок. Самое главное, выжимать руками. Правильно? Ну все, мы не знаем. Откуда же бактерии-то еще у нас возьмут? Бактерии надо работать с этим. Это важно, нам не надо бактерии. Сок оранжевый сок. Да, это очень. И я тоже возьму такую кожу. Да, цедру тоже брал. Цедру, да. Перемешиваем это все. Микс, да. И так это все. Это очень легко. Ну, а банан я забыла. Банан, окей, быстро. Банан. Банан надо. Финальный штрих в конце. Так это все. Ну да? Ну сейчас мы будем пробовать, что я делал вчера, да? Да, попробуем то, что я вчера сделал, уже готовый продукт. Это здесь, потому что я не имею в виду. Эмар, йогурт. Готовый продукт. Да, то есть можно увидеть, что яблоко еще не совсем готово. Когда оно будет дольше, оно будет мягче, изменит цвет. Это очень важно. Очень важно. Закрыть крышку. Сложить небольшую дырочку, знаешь? Просто взять ножку, небольшую дырочку. Так что если у вас есть в холодильнике, то не будет вспомнить. То есть нужно небольшую дырку сделать. Я буду поедать, просто поедать, пробовать мюсли. Итак, начнем. Шеф-повару нужно попробовать. Подождите, мы будем, мы тут будем завтракать на самом деле. Я напоминаю, что у нас в гостях был шеф-повар из Австрии Роберт Шенкл и прекрасно очаровательная переводчица Александра Колесникова. Всем доброе утро и приятного завтрака. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...